Я был готов ко всему, но только не к такому исходу. Ребята, я ухожу отсюда. Изменял ли я хоть раз? Мне слили сценарий эти, говорю. Опачки! Вот это заява. Ты сидишь тут и истерику устраиваешь. Просто решили снять выпуск на YouTube. Друзья, всем привет! Вы просили, вы ждали, и мы это сделали. Сегодня мы узнаем, кто же лучше меня знает. Кристина Карамелька или Кира Тимралеева? Эти две прекрасные девушки будут отвечать на мои вопросы. И по итогу, кто из них правильно ответит на большее количество вопросов, с тем я поцелуюсь. А мы это вообще не обговаривали. Да, мы это не обговаривали, нам все. А сейчас вы об этом узнали, поэтому у вас уже нет выбора, и вы участвуете. Ребята, я ухожу отсюда. Мне что-то не нравится. А мне все нравится. Где контракт, в котором это было прописано? Сейчас, подожди. Что я подписывалась? На что я подписывалась? Ребята, если вам будет интересно, вы можете ставить ролик на паузу и тоже отвечать на мои вопросы. Девчонки, расскажите, как у вас дела, зачем вы пришли на это шоу и готовились ли вы к нему вообще? Ну, начну, наверное, я. Я вообще в шоке, что главный приз это поцелуй от Мухима. Как будто я шла за другим немножко. Они деньги, да? Да, деньги. Во-первых, я не готовилась. Ну, просто вот, знаете, проснулась, собралась и пошла. А во-вторых, ну, не готовилась, да. И не хотела сюда идти. Заставили? Да, заставили. А я отвечу по-другому. Я очень сильно готовилась. Я прочитала всю биографию Мухима, долистала его старые видео, все посмотрела, чтобы прийти на шоу к любимому Мухиму и получить, конечно, же от него главный приз. Поцелуй? Да. Ты прям ждешь? Да. Это будет интересно. Ну что, вы готовы? Да. Погнали! Первый вопрос для вас, девочки. Во сколько лет был мой первый поцелуй? А кто первый отвечает? Давай ты отвечай первая, Кира. Мой ответ 14. А, подожди, а вариант ответа есть? Нет. Ну, просто... Супер-скошоп, меня куда позвали вообще? Ни вариантов ответа, ни контрактов, ничего не подписали. Главный поцелуй... Ой, главный приз поцелует Мухима. 14 лет мой ответ. Ты, Кристин? Я скопирую ответ Кире и скажу тоже 14 лет. И это правильный ответ. У них по одному баллу. А что я радуюсь, я не хочу выиграть? Я не копирка, если что. Я это тоже сама знала. Копирка, копирка. Нет, я это знала сама. Откуда? Ты биографию читала? Да. Там написано? Да. Вопрос номер два. Сколько всего было у меня девушек? В общем, я уверена, что у тебя было всего две девушки. А как же считает Кира? Я думаю, что ты бабник и было штук 12. Он не бабник, если что. К сожалению, Кира у нас отвечает неправильно, потому что я не бабник. У меня было всего две девушки. Неправда. Еее! Я угадала. Балл достается Кристине. Ребят, если что, там считайте. Вопрос номер три. Какого цвета у меня глаза? Карии. Это чисто по лайту. Карии. Голубые. И в этот раз Кристина ответила неправильно. Мусим, да я пороплила. Да я уже все. Я знала то, что они карии. Балл достается Кире. Она сказала, что у меня карии, а это все верно. Вы можете посмотреть, у меня карии глаза. Итак, переходим к следующему вопросу. Он такой очень интересный. Целовался ли я с девушкой, не зная ее имени? Да. Да, я уверена, что да. Почему-то мне кажется, что да. Мне кажется, что нет. Тогда он сто процентов бабник это подтверждает. Это прям подтверждение будет. Он не бабник, Кира, успокойся. Надо бы подумать. Вспомнить, что ли? Блин, кстати, я даже не могу сам ответить на этот вопрос. Потому что я вроде помню, что такое было. А вроде и не помню, что такого типа вроде не было. А вроде было. Но по-моему не было. Потому что как я мог? Это типа вот я иду с прохожей, да, такой. О, привет! Ну это как-то глупо, я считаю. Поэтому нет, я не целовался с девушкой, которая не знает имени. Получается то, что Кира выиграла? Кристина, ты чего-то отстаешь, будто бы. Плохо, значит, читала биографию. А я вот вообще не готовилась. Вообще-то я ее не просто читала, я ее выучила. Поэтому давай там следующий вопросик, посмотрим сейчас, кто из нас лучше. Ну давай. Главный вопрос. Состою ли я сейчас в отношениях? Я думаю, что нет, ты же бабник. А я скажу, что да. Ты веришь в любовь? Да. Я даже знаю, с кем он состоит в отношениях. Ну и с кем? А давайте сейчас я скажу правильный ответ. Кристина ответила верно. Я сейчас состою в отношениях. Что-то улыбишься. Смешно тебе? Да, смешно, потому что ты сегодня проиграешь. Идем дальше. Вопрос под номером шесть. Нравится ли мне кто-то из вас? Я думаю, нет. Я думаю, да. А знаете, как я думаю? Я думаю, что да. Шок-контент, друзья, шок-контент. Ну расскажи подписчикам, кто тебе нравится? А давайте мы это узнаем в конце этого шоу. Правильно ответила Кристина, и мы идем дальше. И она снова получает плюс балл. Итак, ну вот сейчас будет вопрос, очень легкий для Киры. Погнали. Вопрос. Целовался ли я с Кирой? Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. А даже, поскольку вчера я смотрела биографию, я хочу немножечко обередить, Мусима. Если вы забьете в интернете подписчикам Мусима и Киры, то там выйдет очень давнишний, но замечательный видеоролик, где отчетливо видно то, что они целовались. Я лично прямо сейчас говорю в лицо, что я вообще жалею, что я снимала какие-то с ним вообще ролики. А вот это будто бы сейчас было даже немножечко обидно. Ну мы же по чесноку играем, правильно? Правильно. Хорошо. Так правильный ответ. Правильный ответ, как сказала Кристина, если забить в интернете, то по факту там выйдет... Там фотошоп! Выйдет этот видос. Это фотошоп. Да? Да. Ты не целовалась. Нет, это вообще... Я не знаю, кто это. Там девочка со светлыми волосами. Посмотрите на мои волосы. Если ты тогда была ребенком... Там девочка... Там девочка с каре. Там девочка вообще... Что это там? Я бы так никогда себя... Ну знаешь, люди растут, вкусы меняются. Да. Да. Что-то у тебя вкуса не в лучшую сторону поменялись. Ну да, потому что я остался с тобой. Ты со мной не... Чё с тобой? Ты же с Кристиной. Ты разберись уже, бабник сраный. Итак, девочки, следующий вопрос. Изменял ли я хоть раз? Я думаю, что сто процентов нет, потому что ты верный, ты хороший, поэтому нет. А я думаю, что очевидно, да, потому что ты бабник. С чего я бабник? С того ты бабник. Приведи примеры, когда я что-либо... Ничего-то, что у тебя все комментарии просто в слове бабник. А давай мы зайдем... И то, что у тебя видосы залетают только из-за того, что тебе спали, что ты бабник. Да ну? Да, ты из себя... То есть просто тренды у меня вообще не залетают? Нет, потому что тебе пишут там, что ты бабник. Либо же ты хайпишься с девочкой. Найди мне сейчас комментарий, покажи. Не хочу ничего тебе доказать. Потому что их нет. Потому что у тебя ничего не заходит без девочек. Почему у тебя все видеоролики с какими-то девочками? Ты приплетаешь в любых видеороликах девочек. Говори, чтобы они с тобой снимали. Говори, чтобы они на заднем плане сидели. Что ты несешь? Ничего я не несу, Кристина, это правда. Такого вообще никогда не было. Зайди на его профиль, найди мне одно хоть видео без девочки. Во-первых, я снимаю с друзьями. Если у меня есть вайбе какой-нибудь с ними совместный. У тебя в кругу друзей только девочки? Все. А что если у меня просто с ними коннект лучше налаживается? Чем с мальчиками. У меня есть друзья-мальчики. Чего ты с ними не снимаешь? Почему не снимаю? Потому что у тебя с мальчиками не залетит. Да ну? Да ну? А ты посмотри профиль. Я не хочу. Вот, кстати, с Артемом я часто снимаю тренды. И они у меня заходят. Я не хочу на тебя заходить. Я сейчас даже отпишусь. Прямо сейчас это сделаю. Ты меня бесишь. Я считаю, что это максимально глупо отписываться от человека. Это мое... Просто из-за шоу, ребята. Это мое личное мнение. И когда у нас была ссора с тобой из-за Кристины, ты тоже от меня первый отписывался. В инстаграме. В запрещенной грамме, извините, пожалуйста. В телеграме ты от меня отписывался. В лайке. Типа ты делал так же. Сейчас с тобой делают так же. и ты начинаешь вливать что-то. Вот и все. Прямо сейчас на ваших глазах я отписываюсь. Ну, во-первых, не я отписывался. Не я отписывался. Потому что ты меня... А отписывалась как раз-таки тыкер. Мышь, ты меня позвал. Ты развел это сраное шоу. И что ты вообще хочешь? Все, я отписываюсь. Я отписалась. Муслим Ашуров. Пока. Окей. Окей. Я отпишусь в ответ. Хотя, ладно, я не буду отпускаться до такого уровня. И... Ой, буду подписываться. До какого уровня? До твоего? До твоего уровня. До твоего. До твоего помойки, Кир. Уровень помойки это у тебя. И у тебя. Ты вообще... Ты вообще... Ты почему сейчас не можешь нормально выглядеть через вешник, вот реально? Чего ты носки поправляешь? Ты в шоу сидишь. Опусти ноги. Опустила. Что, ответить? Как же уговорили. Ответить нечего? Я не хочу тебе отвечать. Ты пришел на шоу выяснить, кто тебя лучше знает. Сейчас я задаю тебе нормальные вопросы. А ты, по-моему, уже не в то русло полезла. Значит, я просто сейчас уйду отсюда. Ты мне задаешь вопросы? Почему я не могу тебе задать вопросы? Потому что это шоу, где я вам задаю вопросы, а не вы мне. Наверное, логично. Ну, наверное, логично, что мы не обговаривали тоже поцелуй. О котором я только что узнала. Так никто не говорит, что ты выиграешь. Так тебе же заплатили, чтобы ты снялась. Мне заплатил не ты. Это во-первых. А кто? Какая тебе разница? В чем вообще вот эти вот провокационные вопросы заключаются? Чтобы просмотр опять поднять тебе? Даже сейчас первое видео на YouTube ты делаешь таким. По-моему, это странно. Так он просто решил проверить, кто лучше его знает. Ну да. Потому что мы его... Снижу розовые очки. Пойми, наконец, для чего он сюда тебя позвал, меня позвал. Я сижу не в розовых очках. Угу. Да. Вообще, я позвал вас для того, чтобы просто вы отвечали нормально на вопросы. Реально. Ты позвал нас для того, чтобы поднимать в себе просмотры. Ты зовешь только девочек. Позови своих друзей и спрощи, кто меня лучше знает, Артем или Максим. А, кстати, это классная идея. Давайте следующий выпуск только мы сделаем. Его никто не посмотрит. Увидим. Даже сейчас я тебе шоу устраиваю, ты сидишь... Увидим. Кира, почему ты себя так ведешь постоянно? Как я себя веду? Когда со мной нормально, тогда и я нормально. Он ведет себя неадекватно на протяжении уже полугода. А как я себя неадекватно веду? Вот скажи мне, что я делаю не так? Я тебе уже на все твои вопросы ответила неоднократно. Просто ты тебя подвали на шоу, ты ведешь себя как ненормально. Ты сидишь тут и истерику устраиваешь. Просто решили снять выпуск на YouTube. Прикольный, угарный повеселиться. Зачем вот это все делать? Нифига себе повеселиться, значит, надо было другие вопросы придумывать. Чего ты ему поддакиваешь-то постоянно? Какая разница, какие вопросы? Это, наверное, больше зависит от того, как их воспринимать. Почему, когда нам присылали сценарий этого ролика, таких вопросов не было? Там были вопросы. Вот вообще очень глупо, я еще думаю. Ну пойду схожу, угарну. В итоге ты сейчас просто все изменил перед шоу. Ну, во-первых, врать не нужно. Вам сценарий не присылали, потому что... Как бы вам могли их прислать, если там вопросы, которые вам будут задавать? Это, во-первых. Мне присылали сценарий. То есть вы вообще не знали. Мне слили сценарий, я тебе говорю. Кто тебе его слил? Какая тебе разница, кто мне слил? Кира, закрой руку. Ты что делаешь? Да постоянно. Ты доставай. Девчонки, тише. Спокойно. Следующий вопрос. Ревновала ли Кира меня Кристине? Да. Сто процентов да. Чего? Нет. Я знаю за себя, и ты не можешь сейчас дать какой-либо ответ. Это глупо. То есть, Кир, ты хочешь сказать, что когда ты запрещала мне с Кристиной снимать видео, в принципе, переписываться, общаться, это для тебя не ревность. Так ты же это делал сам. А зачем ты запрещала? Я ничего не запрещала. Может, я просто хотел с ней хорошо дружить. Я не знаю, с чего ты это взял. Ребят, давайте, наверное, на этот вопрос ответите вы. Как вы вообще считаете, Кира меня к Кристине ревновала или нет? Потому что никто из нас здесь не может дать правильный ответ. Поэтому бегом в комментарии отвечайте. С кем из блогеров я бы никогда не начал отношения? С Кирой. Опачки! Вот это заява! Тогда я говорю с Кристиной. Я даже не знаю, что сказать. Ну, выбираемся. Почему я должен выбирать? Ну, давай. Девочки, давайте... Мы пропустим этот вопрос, давайте? Нет. Все же нормально. Нет, ты сам позвал нас на это шоу. У тебя есть вопросы. Отвечай. И сейчас ты сливаешься. Получается... Ты же знаешь, какой правильный ответ. Как-то неправильно. У тебя все ответы есть. Ладно, девчонки. А вообще изначально я не рассматривал вас как варианты ответов. У меня здесь было написано Полина Хлеб. Чего? Поэтому вы оба не угадали. И обе проиграли, получается, в этом раунде. Ну, мы с ним такое-то, конечно, странно, но я думаю, что все равно с Кирой. Ты даже мне сам... Ну, давайте каждый из нас, из троих, останется при своем мнении. И переходим дальше. Конечно, следующий вопрос будет такой. Счастлив ли я сейчас? Ну, поскольку ты состоишь в отношениях, то я думаю, что да. Я думаю, нет. Ну, во-первых, хочу сказать то, что и в отношениях, и не можно быть счастливым и несчастливым. То есть, если я даже в отношениях... Счастливым и несчастливым. Счастливым и несчастливым. То есть, если даже я в отношениях, я могу быть несчастливым в этих отношениях. Поэтому правильный ответ будет такой, что я несчастлив. Поэтому балл достается Кире. Кристин, ты что-то сбавила обороты, по-моему. Ты же пришла выиграть. Ничего, я сейчас все это говною. Ну, посмотрим, посмотрим. Погнали дальше. Если бы у меня была возможность поменяться жизнями с каким-то из блогеров, кем бы был этот блогер? А есть варианты ответов? Я думаю, что Давид Туров. Дальше. Следующие варианты. А реально есть варианты ответов? Ну как? Егор Крид. Это правильный ответ. Это Егор Крид, мой кумир. Реально? Да. Что-то в биографии это не прописано было. Поэтому Кристин налажало. Я начинаю сомневаться, что ты учил мою биографию, Кристин. Ты меня разочаровываешь. Ты, может, не разочаровывался. Давай дальше. Следующий вопрос. Кого я считаю своим кумиром? Егор Крид. Егор Крид. Они обе ответили правильно. Потому что спойлер был в прошлом вопросе. Следующий вопрос. Боюсь ли я обязательств? Я думаю, если ты собрал сейчас это шоу, но если пишу, то ты же это все сделал, и так далее. Поэтому я считаю, что нет. Я считаю, что ты тоже не боишься, поскольку ты очень ответственный человек. То есть если ты пообещал, то ты выполнил это. Ты согласен со мной? Я согласен с тобой, Карамша. Спасибо. Если что, поэтому это Кристину в компании называем, если кто не знал. Правильно. Я люблю пробовать всегда что-то новенькое. Чем-то заниматься новеньким. Это всегда интересно. Даже сейчас мы снимаем новый формат шоу по инициативе Мусима. На канал Мусим Ашуров. Поэтому оформляйте подписочку. И именно я тот человек, который заставил Киру сюда прийти, потому что она не хотела сниматься. Я такой, типа, ну погнали, Кирка. Мне заплатили миллион долларов. Да, я и заплатил. Поэтому я сижу тут. И ванца подарили. Поэтому я сижу тут. Я не продажная. Мы это все поняли. Если что, это все шутки. Следующий вопрос. От чего я никогда не смогу отказаться? Варианты ответов. Первое – это отношения. Второе – это работа. И третье – это дружба. Мне почему-то кажется то, что либо работа, либо отношения. Я бы ответила, наверное, больше работы. Ну, потому что человек, получается, это какой-то доход. Живет на эти деньги, если без работы. Но с дружбой, с отношениями, как будто... Не знаю. Я даю ответ работа. Окей, тоже дам ответ работа. А что это ты переобулась? Переобулась на ходу. Я не переобулась, а изначально сказала. Поэтому все. Чил, знаешь, ротик оп. Мананас. 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 Это совершенно верно. Я бы не смог без работы. Поэтому балл достается нам, а бог. Если бы я не работал, чем бы я вообще занимался? Я бы сидел весь день на кровати. Ну, ты бы стоял в отношениях, у тебя бы были друзья. Сидел бы с дома. И жил бы я на помойке. Сидел бы с дома. Классная тактика. Сидел бы дома, общался бы с дояркой. И вы созванивались бы по мандароле. И говорили, привет, я тебя так люблю. Я тебя тоже. А куда мы сегодня пойдем? Нюхать помойку. Да. Вот такие бы отношения были бы без работы. Но это если смотреть реально. Кир, следующий вопрос будет небольшой такой, знаешь, камушек в твой огород. Да тут как будто все вопросы камушек именно в мой огород. Кроме Егора Крида. Кроме Егора Крида. Погнали. Рассматриваю Илья, Кристину, в качестве своей девушки. Я думаю, что да. Раз ты ее сюда позвал. А ты, Кристина, как ты считаешь? Ну, я даже не знаю. Ой, дурочку себя не строй. Просто я правда не знаю мужчин. Ну, не хочу так сказать на публику это выносить. Пусть считай, что станет деталь. Счастье любите с тишину. Пропускаем вопрос. Сама тишину. Оф. Пропускаем вопрос. Давай дальше. Нет. По вопросам. Про Кир же не было таких вопросов. Ну, Кира хочет, чтобы кто-то ответил. Был ли с Кирой поцелуй, поэтому отвечай. С Кирой поцелуй был. Так, другой вопрос, сейчас другое задают. Кристина, отвечай. Кира ответила тогда. А мужчин, как бы если бы я хотела все раскрыть это сейчас, то я бы сказала нет. А так как ты просто молчишь, то я отвечу да. У тебя устроит такой ответ? Меня устроит такой ответ. Супер. Давайте переходить к следующему вопросу. Друзья, ответ на этот вопрос я выложу в свой телеграм-канал, поэтому кому интересно... Даже мне интересно. Ссылочка будет под видосом. Переходите, смотрите. А я знаю правильный ответ. И я тоже. А Кира не знает, потому что она изгой. Ай, да Кира! Не смешно уже. Следующий вопрос. Аналогичный, только вместо Кристины. Кира. Рассматриваю ли я Киру в качестве своей девушки? Нет. Сто процентов. Я думаю, что нет. А почему нет? Потому что ты рассматриваешь Кристину в качестве девушки, а двух девушек в качестве девушек своих ты не можешь рассматривать. Соответственно, Кристина, ты ее рассматриваешь, а меня нет. Смотри, рассматриваю, это не значит то, что я... Получается, бабник. Опять все сошлось на одном. Мы все не бабник. Бабник. Он не бабник. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, мы все бабник или нет. Я считаю, что да. Кристина считает, что нет. Пишите, как вы считаете. Я считаю, что бабник это тот человек, который в отношениях изменяет. А я в отношениях не изменяю. Я верен одной девушке. Согласен. И вы обе ответили правильно? Поэтому вам по балу, красотки. Девчонки, следующий вопрос будет про заработок. Как вы думаете, сколько я зарабатываю? В принципе, для вас важно, сколько зарабатывает мужчина. Слушай, для меня 100% важно, сколько мужчина... Мой мужчина зарабатывает. Вот. Но поскольку ты так красиво одет, ты всегда при параде, у тебя все есть, я думаю, что от миллиона. Месяц. Неплохой вариант. Да, для меня тоже важно, сколько зарабатывает мужчина. И я считаю, что от 500 тысяч в месяц. Итак, правильный ответ сказала Кира. Я, конечно, Кристин, безумно рад, что ты так считаешь, но мне не хватает чуточку до миллиона. Рубля. Так получается же к миллиону больше или больше к 500 тысяч? Больше пока что к 500. Ну, мужчина, мы вместе с тобой все это исправим. Да, ну? Да, да. Если так, то... Ты выиграла! Можешь мне пора идти отсюда. Ну что, друзья, сейчас у девчонок баллы вровень. И последний вопрос. Сейчас мы узнаем, кто из них выиграет и получит приз. Крис. Последний вопрос. Что я считаю своим главным недостатком? Нет! Нет, не нужно! Я могу громко заявить это на всю страну, на весь видеоблог. Маленький... Я не буду этого говорить. Правильно, потому что это неправильно. Сами продолжите. Ну что, шутки в сторону. Сейчас я отвечаю так, как я считаю. Я считаю, что это лицемерие. По-твоему, я лицемерный? Он не лицемерный. Господи, я отвечаю, как я считаю. Я не обязана вам оправдываться. Ну ты же неправду говоришь. Ну почему я неправду говорю? Пусть он ответит. Я правду говорю? Мы не послушали ответ Кристины. Ну вот, он не отвечает, он убегает от ответа. Нет, давайте послушаем оба варианта ответа, чтобы потом уже судить. Вот именно ты берешь и перебиваешь просто. Отсядь его на меня, пожалуйста. Подальше. Спасибо. Я считаю, что твоим главным недостатком является то, что ты не зарабатываешь еще один миллион рублей или же долларов. Ну просто вот я с тобой уже достаточно давно знакома, и я вижу, как ты к этому стремишься, как ты этого хочешь. Недостаток то, что он зарабатывает не миллион. Мечта, друзья. Еще про мой что-то ответ говорите. Ну так в смысле это правда. Что мне кажется? Ладно, скажу я. На самом деле я не лицемерный. Конечно, ты можешь. Если смотреть из этих двух ответов, то я больше склоняюсь в сторону Кристины, потому что реально для меня важно, чтобы у меня был комфорт в жизни. А комфорт в 21 веке обеспечивает только деньги, к сожалению. Поэтому все верно. Я сейчас стремлюсь к большему заработку, потому что я хочу купить маме дом, купить себе дом. Мне. И еще один себе дом. Девчонки, в итоге Кристина выиграла Киру на один балл. Просто на один балл. Поэтому она забирает приз. Я же говорила, я же говорила. И я и ты получаю свой заслуженный. Кира! Она просто ненормальная, ребят. Ты просто неадекватная. С тобой просто невозможно общаться. Я жалею, что я вообще когда-то с тобой познакомилась. Она просто, ребят. Не в адеквате. Сумасшедшая я. Мусим, а обещанный приз еще будет? Кристина, погоди. Просто... Чего? Просто я не ожидал, что опять... Мы так вообще с тобой не договаривались, Мусим. Ты опять начинаешь. Я вообще сюда пришла на шоу, чтобы получить свой обещанный приз. В итоге просто как обычно ухожу ни с чем. Снимай дальше сам. Друзья, чтобы вы понимали, я был готов ко всему, но только не к такому исходу. Они, как обычно, когда вместе, поругаются, посрутся, разойдутся, передерутся и просто в итоге уйдут. Мне больше нечего сказать. Вам, друзья, спасибо большое за просмотр. Надеюсь на ваши лайки, комментарии. Всех люблю, всех обожаю. Подписывайтесь, ребятки.